добрый вечер дорогие отцы и матушки и детишки братья и сестры мы с вами продолжаем изучать лестницу остановились мы на четвертой степени она очень пространная облаженном и преснопамятном послушание кто-то подраздел называется так область о разбойнике покаявшимся повествует преподобный иван что когда он пришел в некоторое общежитие то есть некоторый монастырь то стал свидетелем удивительного и как он говорит страшного судилища доброго судьи случилось так что в тот монастырь поступил один из разбойников известных и игумен позволил ему жить 7 дней в монастыре так смотреть на жизнь на службы ходить пользоваться совершенным покоем только рассматривать устроение обители ну и затем когда прошли эти 7 дней он его позвал говорит понравилось тебе тут понравилось хочешь оставаться здесь жить тот высказал свое желание тогда игумен говорит так хочу а вернее поисповедала его игумен все грехи этот разбойник поисповедовал и игумен сказал хочу чтобы ты объявил все эти грехи перед всем братством и тогда разбойник высказал свою готовность что готов перед посреди александрии рассказать свои грехи вот и однажды совершали божественную литургию после прочтения евангелия игумен повелел чтобы ввели в храм этого покаявшегося разбойника некоторые из братьев влекли его и слегка ударяли руки были у него связаны позади он был одет волосяное вретище и голова его была посыпана пеплом так что от одного этого зрелища все ужаснулись и воскликнулись плачем ибо никто не знал что все это значит потом когда подвели к святым дверям из алтаря сказал игумен остановись ибо ты не достоин войти сюда пораженный исшедшим к нему из алтаря глазом пастыря потом разбойник кстати делился что он слышал как бы божий глаз а не человеческий разбойник пал на землю и трепещая весь потрясен быв страхом когда он таким образом повершись на землю омочил помост слезами тогда сей чудный врач который всеми мерами устраивал его спасение и всем подавал образ спасения и действительного смирения победил ему объявлять перед всеми подробно все сделанные им беззаконием и он с трепетом исповедал один за другим все возмутительные для слуха грехи свои не только плотские по естеству и против естества сделанные с людьми и с животными но и чародеяния и убийства и другие злодеяния которые не следует не слышать не предавать писанию тот час после после сей исповеди пастырь повелел его постричь и причистить к братьям и когда это произошло потом наедине уже иоанн лестничек спросил у этого игумена для чего ты избрал такой образ покаяния тот отвечает по двум причинам во первых для того чтобы исповедовавшегося настоящим посрамлением избавить от будущего что и сбылось ибо он брат иоанн не прежде встал с помоста как получивший прощение всех согрешений и говорит даже один из духовных братьев видел что рядом стоит ангел страшный муж державший писанную бумагу и трость и как только лежащий произносил свои грехи то изглаждались эти грехи с этой хартии ну надо сказать что это происходит и на каждой исповеди когда человек привлекается в грехах то эти грехи изглаждаются из этой хартии и на мотарствах уже не встречают человека во вторых как числе братья моих есть и такие которые имеют согрешение неисповеданные то я хотел с ним примером побудить их исповедание без которого никто не может получить прощение тут мы видим так называемую общую исповедь когда раньше было принято в первых христианской общине когда таких людей приобщали сообщество святых то было принято какое-то время чтобы перед всей общиной они исповедовали грехи свои сейчас конечно же это уже не практикуется поскольку мы сами немощные чтобы слышать грехи кающиеся людей кто-то может осудить кто-то потом может внушаться и поэтому исповедь совершается уже тайна ну и еще вот пастори священники знают что когда мы исповедуем человека и видим что он открывает пред богом свои грехи пред своим создателем и спасителем приносит них покаяние то конечно у нас бывает не бывает презрение к этому человеку или отвращения а наоборот радость что здесь происходит такое то такая тайна ради которой христос пролил свою кровь на кресте и все ангелы на небе ликует о покаянии этого грешника ну а если что-то такое смутительное мы слышим то нужно в это время и свои грехи вспоминать вот и молиться господи помилуй этого человека и меня чтобы ни в коем случае конечно не допустить какой-то грех осуждения или превозрождение дальше иван лестничек еще рассказывает некоторые хорошие обычаи в этом монастыре он который увидел видел я и другое многое достойно удивления и памяти у достославного он его пастыря и в пасте его они были связаны друг с другом неразрывным союзом любви и что еще удивительнее при такой любви они были чужды всякой вольности и празднословия но вольность святые отцы называют еще свободным обращением ну а в миру это называется понебрастом то есть вот этого там не было прежде всего обучались тому чтобы не уязвить чем-нибудь совести брата то есть никаким своим действием не соблазнить человека на осуждение то есть старались бережно лучше относиться к совести другого если живком обнаруживалась ненависть к брату то пастырь отсылал такого как преступника в особенный монастырь некогда один брат оклеветал пред ним ближнего сей преподобный тотчас повелел его выгнать говоря что не должен допускать быть в обители двум дьяволом то есть видимому и невидимому но напомню что дьявол переводится как клеветник видел я усих преподобных отцов дела поистине полезные и удивительные собранные из себя собраны и связаны о господи имевшие чудное деяние и виде видение видение и бог они так упражняли сами себя и обучали божественным добродетелям что почти не имели нужды в напоминании настоятель но добровольно возбуждали друг друга к божественной бдительности были ли у них установлены и навыком утверждены некоторые преподобные и божественные обычаи например если кто-нибудь начал в разговоре укорять ближнего или осуждать кого-то или просто даже прознословить то другой брат неприметным мановением напоминал ему обещание и удерживал его заметьте даже не строго обличал и сразу пресекал а как-то немножко намекал видимо поклон дел или как-то взглядом что не надо осуждать если же тот не вразумлялся тогда напоминавший сделав поклон удалялся ну кстати это говоря говорили еще вспоминали про отца кирилла павлова тоже если утром сергей лаври если где-то собрались монахи что-то только как стали создать им сразу раз и у меня пора уже идти никогда не оставался эти вразумлял брать когда нужно было беседовать то какие были темы у них бесед память смерти и помышление о вечном суде были всегдашими предметами их разговоров вообще существует еще описание тех благодатных времен благодатных мест то есть золотой век монашества 4 5 6 века египет сирия палестина вот один рассказывал так современник что пустыни наполнились монастырями были монастыри по 5 по 10 тысяч человек один монастырь даже был 20 тысяч человек они очень много трудились имели скудное пропитание в пустыне представлять даже воды было не всегда воду не всегда просто достать и говорит так современник при таком скудном житии невозможно было встретить среди них печального лица все друг друга когда встречали всегда с радостью и если мы сейчас здороваемся здравствуйте говорим то раньше говорили как молитва вот и желали друг другу радости о христе видите совсем другие взаимоотношения невозможно было встретить печального лица всех веселила божья благодать не примену сказать вам под преславнейшие добродетели тамошнего опора видя что он своем служении имеет непрестанное умиление слезы я просил его открыть мне таким образом он сподобился себе благодать вот и повара убедил рассказать тот говорит так никогда не помышлял я что служу людям но служу богу я счел себя недостойным никакого безмолвия и смотря на огонь си непрестанно вспоминаю о вечном пламени конечно поварское послушание нередко связано и с пропуском богослужений или молитвенного правила но в то же время не единожды встречается так в жизни описание святых что повар если имеет правильную мысль что даже он не достоин церковного собрания что он будет гореть в аду созерцает огонь вещественно он помышлял об огне вечном и люди достигали святости кто интересуется можно еще прочитать есть такое житие монаха феодота из глинской пустыни вот очень очень интересно он десятки лет порядка сорока или 50 лет пробыл трапезарем на кухне даже кельи свои не имел поскольку очень рано приходилось таскать воду дрова посуду мыть допоздна и он там же около печки где-то трапезная под лавкой где-то спал так вот жил как птица не имея где головы поклонить но он сподобился потом посещение рая и даже было видение настоятель что феодот был в раю ему был поручен куда сад для возделывания это уже считай девятнадцатый век так вот опять возвращаемся к лестнице послушаем и о другой преславные добродетели тамошних отцов блаженные сии и во время трапез не прекращали умного делания но некоторыми обычными у них тайными знаками напоминали друг друга о внутренней молитве и делали это не только на трапезе но и при всякой встрече друг с другом при всяком собрании то есть опять же некими жестами намеками напоминали о внутренней молитве чтобы ум не рассеивался если же кому-нибудь из них случалось пасть в какой-нибудь проступок вот интересно смотрите то братьям убедительно просили его сложить на них все попечения по всему случаю и ответ перед пастырем и наказание то есть за проступки были положены эпитемия определенная и вот они разделяли эту эпитемию и кто-то из них мог сказать что это он сделал допустим разбил предмет вазу там разбил кто-нибудь а другое место него мог на себя это взять вину и посему и великий сей муж то есть игумен зная об этом делании своих учеников назначал уже легчайшие наказание будучи уверен что наказываемый не виноват даже он и не изыскивал кто из них подлинно впал проступок вот конечно это всегда пастырь умиляет что его чадо ходят воистине как могло иметь место у них какое-то праздно слово великое чувство если же кто-нибудь из них начинал раз раз плюс ближним то другой брат тут случившийся делал поклон и тем украшал их гнив когда же замечал в них по метазлобе то есть кто-то не мог простить другому то объявлял об этом раздоре второму понастоятелю то есть помощнику-настоятелю а тот приводил их примирению прежде захождение солнца то есть заставлял примиряться а если они упорствовали в ожесточении то им или запрещалось кушать пищу до примирения или они были изгоняемы из обители вот я помню в нашем монастыре двое ну один послушник с монахом поздорили и потом на чине прощения потому что после молитвенного вечернего правила по старшинству подходим мы к иконочке у нас на иверская икона престой богородицы и потом выстраиваемся друг у друга все просим прощения я смотрю этот послушник попросил прощения а монах его даже как бы не заметил вот я потом нашел его в келье говорю а почему ты не попросил прощения нет я не буду он меня так обидел сильно я говорю знаешь все таки мало ли вот умрем в эту ночь и все и таким зиарским настроением пойдем в ад надо необходимо попросить прощения он вроде не соглашался так потом за него брать это помолились потом он прибегает ко мне в келье все попросил прощения спаси господи вот и конечно это очень радостно было что брать все-таки примирились сия доста хвальная предосторожность наблюдалась у них не напрасно но приносила и оказывала обильный плод ибо многие между стиме преподобными просияли как деятельность жизнь то есть в подвигах поста молитвы бдения так и рассмотрительность рассуждением и смиренно мудрием духовными добродетелями в них можно было видеть чудное и ангелоподобное зрелище украшенные сединами и священолепные старцы как дети притекали к послушанию и имели величайшей похвалой свое смирение ну то есть когда давались даже послушание и старцы как молодые шли на него с радостью со смирением принимали указание докладывали о том что сделано я помню в монастыре у меня был такой человек но сейчас он в другом монастыре и романах а тогда он был просто еще не в постриге даже ему дашь послушание я говорю иди там цепь наточил пилы наточил приходит отец готова что дальше делать так иди теперь там доски притаскай приходит потом отец готова что дальше делать и вот не сидел даже без дела вот это очень конечно радует и сейчас он тоже такой же простой один раз в том монастыре игумен после службы с бабушками беседует и а тут же этот стоит и романах и игумен говорит вот вы бабушки вот вы значит толпы церкви на вас все держится вот вы значит утверждение так церкви а этот стоит и романах да а я думал то мы это на нас удержит ну так простой такой и хотел очень интеллигентный такой музыкант известный был но простоту сохранил ну такой случай интересный был когда у нас было такое что если потеряешь к себе гвоздик или сломаешь что-нибудь молоток еще что-нибудь надо было идти настоятелю докладывать и получать за это эпидемию вот и мы с ним что-то работали в стену что-то заколачивал дюбель и молоток железная часть молотка слетает с деревяшки и улетает кучу опилок но мы так заволновались стали искать перерыли все опилки не смогли просто молоток найти опечалились он пошел докладываться там эпидемию получать вот ну а на следующий день мы с ним работали пилили в размер горбель чтобы накат делать потолок перекрывать ну карандаш в руке значит ножовкой отмеряешь рулеткой картошом отчерчиваешь там отпиливаешь и а у него шевелюра такая была голова такая кучерявая как напоминал пьера решара такой по внешнему виду и он очередной раз прочертил линию и раз карандаш себе волосы так раз так закинул туда потом отпилил кто надо еще рисовать он забыл про карандаш не может найти вот я карандаш потерял я ну ты молодец то молоток потеряешь то карандаш опять идти докладываться а там же доски и горбели там поднимаем смотрим ищем уже устали так потом я поднимаюсь разгибать разогнулся немножко спину так выпрямить а он еще внизу ковыряться я увидел него сверху карандаш его шевелюре вот и говорю миша ты знаешь где карандаш вот он вытаскивай а у него до того плотная прическа башка там незаметно вытащил а точно ну я дальше ему говорю слушай может молоток тоже там он такой и он реально стал искать такой проминает нету там вот я достаю уже мне смешно очень сильно а он серьезе ищет там нет не нашел конечно как ты там найдешь молоток так что действительно в монастырях вот бывают такие люди удивительные и еще что скажу не все приходят туда такими но с годами приобретая такую простоту такое смирение и конечно это очень очень радует как говорит макарий великий душа человеческая соединенная с благодатью божией это самое красивое зрелище на земле всех творений продолжаем там видел я мужей пребывающих послушание лет по пяти листья которых я просил сказать мне какое утешение получили они от такого труда одни из них говорили что не зашли в бездну смиренности мудрия которым навек всякую брань отразили помните когда антоний великий видел бесовские сети козни и воздохнули господи тоже может их избежать тогда господь сказал смирение избегает всех эти козни эти козни даже не прикасаются к смиренному человеку а другие сказывали что достигли совершенного не ощущения и безболезненности у коризнах и досадах казалось бы простое предложение достигли совершенного не ощущения и безболезненности и у коризнах и досадах и когда мы сейчас с вами Мы беседуем, кажется, досаду это несложно претерпеть или укоризну. Но на самом деле, когда это нас касается, то реакция бывает очень и очень разная. Заметим даже, что если нас справедливо отчитывают, выговаривают, и то нам не по себе, а что говорить, если это какая-то напрасленно, это еще сложнее. Я помню тоже, я одному из своих мирских друзей рассказываю, как наши братья смиряются на самом тяжелом послушании. Не буду говорить, какое оно такое интересное. Там был человек, который всех смирял. Ему так рассказывали, надо же, вот так смиряются, молодцы. А он загорелся, говорит, а я тоже хочу. Я говорю, понимаешь, у тебя все-таки есть сердечная болезнь, аритмия, и ты можешь не выдержать просто. Так переволнуешься, что может сердце не выдержать, заболеешься очень сильно, приступ может быть. Я говорю, все-таки здоровье даже физическое надо иметь хорошее, чтобы побывать на таком послушании, где так сильно смиряют. Он говорит, нет, пожалуйста, пустите. Я говорю, нет, я не рискну, потому что это реально опасно для тебя. Он говорит, ну тогда, может, вы посмиряете. Ладно, договорились. Ну и случилось так, потом, я особо ничего не подстраивал, не загадывал. Случилось так, что он мне сдает свою работу, мне кое в чем помог. Я, значит, хожу эту работу, критикую, ну вполне называю конкретные вещи с его стороны неправильно сделанные, недостатки в его работе, недочеты. Один, второй, третий. Он потом как вышел из себя, говорит, ну вот, да, сейчас, хорошо, я в всем виноват, знаю, сейчас это случится, я опять буду виноват. Я говорю, а почему так рассердился-то? Я же говорю, тебе простые замечания по твоей работе делаю. Вот. Я говорю, а там, представляешь, на том послушании, куда ты хотел бы, там действительно бывают и такие напрасненные, а их ты точно не выдержишь. Так что и нас с вами тоже, вот мы так в теплых местах сидим, вроде, когда нас не трогают, мы зубами к стенке спим, так хорошие эти. А вот когда тронешь, тогда, конечно, там все и открывается. Подобно этому тоже еще бывает так. Вот на обеде обычно жития святых читают. Мы кушаем, слушаем, и кажется, а там, допустим, о постни, как говорится, этот постник кушал, там всего лишь два раза в неделю. Ну, а мы так сидим, кушаем, ну, да, такой нормальный, хороший подвиг. Но тогда сытый. А когда вот бывает пост, там, начало Великого Поста, два с половиной дня не кушают, даже воды не пьют, братья в монастыре. В воскресенье прощенное поужинали, потом обед в среду, и все. То вот эти дни уже, думаю, ждать, действительно, подвиг – это большой пост. Вот. Один раз так тоже вспомнил, просто на трапезе сидел я. Это, ну, кушаем просто. Сливочное масло я особо никогда так не любил, но настоял всегда на столе. Натуральное масло хорошее. И тут что-то мне сильно захотелось масла. Пока через братья попросил, там, подайте, чтобы мне подали. В это время жития святого читают преподобного одного. А я намазываю масло, так думаю, что там маловато, еще побольше захотелось. Я говорю, так никогда не хотелось, а тут захотелось. А там как раз читаю жития святого. И он говорил, что нельзя есть много масла. Она меня сейчас смотрит, а я намазываю уже, то ли есть его, то ли не есть. Думаю, ну, съел кое-как, с большим уже самоосуждением. Думаю, ну, не вовремя я так захотелось с ним масло. То есть бывает так, Господь смиряет неожиданно. Ну, братья так все улыбается. Думаю, будет есть, не будет. Ну, куда-то вот пришлось. Видел я и других между семи преснопамятными, украшенных белизной ангеловидной, которые пришли в состояние глубочайшего незлобия и простоты, упремудренной, произвольной и богоисправленной. То есть простота, она и от самого человека исходила, и Господь ее еще разрушал. Ибо как лукавый человек есть нечто двойственное, один по наружности, а другой по сердечному расположению, так и простой, не двойственным, но есть нечто единое. Ну, вот, кстати, слово «монах» некоторый перевод как «одинокий», а некоторые переводят как «единый», то есть целый такой, целомудренный. Еще вспоминается, одна раба Божия спросила у преподобного, ну, можно так назвать преподобного, Иоанна Крестьянкина, что такое вот простота. И он говорит, знаешь, вот мы знаем пять Татьян. Ты одна на работе, другая ты дома, третья ты в храме, четвертая ты на исповеди, вот, а надо, чтобы ты везде была одинаковая. И действительно это не так просто. То есть стяжать простоту или быть простым, стараться быть простым оказывается не так просто, но этого надо достигать, стараться. Кроме рекается, если мы где-то не по простоте поступили. Простота же оных отцов была небезрассудная и несмысленная. По примеру старых людей в мире, которых называют выжившими из ума, ну, то есть бывает просто человек уже не соображает и думает, что он простой. По наружности они всегда были кроткие, приветливые, веселые, и слова и нрав их были непритворны, непринуждены и искренни, что не во многих можно найти. Внутри же, в душе, они, как незлобивые младенцы, мешали Богом и наставникам своим, и на бесов, и на страсть взирали твердым и строгим оком ума. То есть говорится о том, что простота была разумная, она происходила из действительно высокого разумения, действительно из созерцания Бога, из почтения настоятеля ко всем братьям. И в то же время это были войны, то есть они боролись с дьяволом и были при этом просты, как дети. И дальше он так делится, что мне не достанет времени моей жизни на описание добродетелей и неподражательных жития всех блаженных отцов. Однако слово наше вам лучше украсит повествованием об их подвигах. И тут он дальше рассказывает о некоторых конкретных святых. Ну, мы с вами тут остановимся. Так, об эссидоре мы с вами в следующий раз, потому что уже 20-32. Ну, на этом эту часть беседы мы заканчиваем. И до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok